Водители, будьте внимательны, движение затруднено. Объявления такого характера появились в районных СМИ и соцсетях. Однако это тот случай, когда трудности только во благо. С началом календарного лета в Щелкове стартовал второй этап ремонта дорог, причем как текущего, так и капитального характера. Администрация Щелковского района провела все необходимые конкурсные процедуры и утвердила план ремонтных работ. Руководитель администрации Алексей Валов регулярно проводит по дорогам контрольные объезды. Мы хотим, чтобы дороги были хорошие, поэтому будем изыскать все возможности для того, чтобы эти ремонты делать побыстрее. Работаем, устраним в этом году, более-менее придем в порядок. Весной наблюдались частые перепады температуры, поэтому асфальтовое покрытие во многих местах оказалось нарушенным. По плану ямочный ремонт планируется выполнить на 32 улицах в черте городского поселения Щелково. Специалисты даже подсчитали приблизительное количество ям, которые предстоит ликвидировать. Получилось порядка 1120 штук. Больше всего дорожное полотно пострадало на улицах микрорайона Хотова, застроенного домами частного сектора. Поэтому программа ремонтных работ стартовала здесь, на улицах 8 марта в Жигалове и далее. Буровая, Хотовская, 1, 2 и 3 линии, Прудная и ряд других. Также немало повреждений дорожники насчитали на улицах Широкое, Фруктовый проезд, подъезд к 5 КПП Звездного городка. Работы по ямочному ремонту рассчитаны на период до 18 июня. Коллеги в этом году работают очень предметно дорожники. Я думаю, что если такой темп сохранится, то лет через 5 щелково дороги будут нормативные. Нам бы, конечно, хотелось снизить количество нормативных дорог. Конечно, хотелось бы больше средств вложить, чтобы побыстрее все это сделать. Но бюджет есть бюджет. И ситуация экономическая такая, что нам приходится по максимуму мобилизовать доходы, чтобы выбрали дополнительные средства на эти работы. Объем дорожно-ремонтных работ в этом году будет больше, чем в прошлом, говорит Алексей Валов. Тем не менее, на счету каждый рубль. В непростых экономических условиях администрация района делает особый акцент на качество работ. Очень пристально следит и за тем, кто участвует в торгах, и за тем, как выполняют работы компании, выигравшие подряды. Мы видим, кто как заходит и кто чего хочет здесь получить. Мы хотим получить только одно – качество, полноту работы и, соответственно, сроки. Так и будем с них спрашивать. Вот коллега сидел рядом, даже градусникам будем замерять температуру асфальта. Если они будут откуда-то асфальт возить некачественный, не будем отклонять эти работы. 17,3 миллиона рублей поступило в район в виде субсидии из Дорожного фонда Московской области. 25 миллионов – софинансирование из городского бюджета. Рассчитаны все эти деньги на капитальный ремонт 10 дорог общего пользования местного значения. Работы этим летом пройдут на улицах Миллиораторов и Механизаторов в поселке РТС, Краснознаменская, Пушкино, Шмидта, Космодемьянская и Пролетарский проспект в Щелкове, улицах Ленина и Жуковского в микрорайоне Чкаловский, а также на улице Хотовская. Также напомним, что завершается реконструкция дороги областного значения улицы Центральной в Щелкове. Эти работы выполняет компания Мосавтодор со своими подрядчиками. А вообще, если летом удастся выполнить все задуманное, центр города будет не узнать. Практически центральная улица будет приведена в порядок, центральная уже пошла приводиться в порядок. Тротуар, помните, у нас с одной стороны сделали, с другой стороны не сделали, тоже будет приведена в порядок. Площадь Ленина пойдет. Парковая будет, соответственно, масштабное благоустройство, пешеходные велодорожки. Достаточно количества работы. Спасибо за дорогу вам, что дорогу делаете.